Всем привет! Сегодня я хочу поговорить о блогерах. Эта тема меня очень задела, когда я посмотрела просто на некоторых блогеров, не очень даже популярных, и на некоторых блогеров, которых я смотрю уже давно. Все, о чем я сегодня буду говорить, все, что я буду озвучивать, это относится как раз-таки к этим блогерам. Я не буду называть имена, навряд ли они меня посмотрят, но я думаю, многие кто, как и я, смотрят таких же блогеров. Они поймут, о ком это. Смотрим одни и те же видео. Почему эта тема меня задела? Потому что я, во-первых, не ожидала, что именно эти люди будут ныть и жаловаться. Я не ожидала, что вообще блогеры будут ныть и жаловаться. Сейчас поймете, почему. Во-первых, почему все вдруг решили, что они блогеры? Окей, окей, хорошо. Даже если вы блогер. Что? Что это? Это какое-то звание. Это что-то, чем стоит гордиться? Я не могу понять. Даже если это ваше супер-хобби, даже если это ваша супер-работа, которая вам приносит пусть даже бешеное бабло. Вам теперь что, должны все кланяться? Зачем кричать о том, что вы блогер? Мне это непонятно. Сидите тихонечко и делайте свое дело. Если это ваше любимое дело, настолько любимое, как вы всем тут озвучиваете, то нахрена перед всеми оправдываться, всем доказывать, что вы лучше, чем все остальные. Что вы настоящий блогер. А все остальные, видите ли, тут сбоку припеку. В подметки вам не годятся просто. Кто-то там что-то накрутил себе. У кого-то просмотров больше, чем у вас. У кого-то подписчиков больше, чем у вас. И вы, видите ли, заслуживаете всех этих подписок, просмотров и лайков. А он нет! Вы что, с ума сошли? Я понимаю, многим с трудом дается ведение канала, выбрать контент. И тяжело дается каждый подписчик лайк и комментарий. Но это не повод обсирать всех остальных. Это не повод бить себя в грудь и говорить, что ты блогер! Вообще, кому здесь, в интернете, нужно то, что вы всего добились сами. То, что вы такой офигенный. А кто-то что-то где-то накрутил. Кто-то что-то где-то сказал. Зачем это вообще обсуждать? Вы либо делаете свое любимое дело, и это вам нравится. Либо вы не делаете ничего. Может быть, наоборот, стоит присмотреться к людям, которые поднялись очень быстро к вершинам. И понять, почему, почему он быстро это сделал, а я не могу так сделать. Может быть, в контенте дело, может быть, в подаче дело, может быть, в вас дело. И почему никто не задумывается, что может быть, у кого-то удача просто такая. И он ничего не накручивал. Может быть, тот человек знает больше, чем вы, и он это внедрил как раз-таки в свой канал. Бесят возомнившие о себе блогеры, блогеры, которые считают, что они пуп земли. Что если у них 80 тысяч подписчиков, то все, они вершина. Или это им дает право ныть и утверждать, что все остальные лохи, а он хорош. Когда подписки и популярность стали решать, кому что можно делать, а кому что нельзя. Псевдоблогеры. Кто это вообще? Что это такое? Почему одни блогеры себя считают блогерами, а других они же считают псевдоблогерами? Мне всегда странно и смешно слышать от другого блогера, как он обсирает каких-либо еще блогеров. Вы же в одной лодке. Что с вами? Да пусть он снимает, как хочет. Пусть у него не так все красиво и очень офигенно, как у вас. Не так профессионально. Вы же теперь либо визажисты, либо профессионалы своего дела, а все остальные не чета. Но вы забываете одну маленькую деталь. Что раньше вы были так же никто. И к этому, что вы имеете сейчас, вы шли так же и начинали так же. Ни с чего. Снимали тупые, никому не нужные видео. И к тому, что вы сейчас имеете, вы шли тем же путем. Так зачем высказываться так? Вы же сами себя высмеиваете. Мне кажется, не важно, кто что снимает. Каждый имеет право высказаться. Каждый имеет право выражаться так, как он этого хочет. А остальные сделают сами выбор, что им смотреть. Зачем снимаются ролики, в которых озвучивается от таких же блогеров? Что кто-то где-то там снимает какую-то ересь. То, что ему не нравится. Тем самым он становится таким же троллем. А потом он сидит и рассказывает, как он победил троллинг на своем канале. Такие все подкованные. Такие все умные. Прямо аж... Блээ. Если вы такой же необразованный и тупой блогер, который также сидит и рассказывает, что он блогер, а все остальные не блогеры, я к вам хочу обратиться. Поймите одну вещь. Вы можете делать все, что угодно. Все остальные могут делать то же самое. У каждого контента есть свой зритель. Так что не нужно распинаться. Зритель сам сделает свой выбор. И вы ему не указ. И ваши видеообъяснения никому нафиг не нужны. Типа, какие сейчас блогеры? Какие сейчас блогеры? Что происходит с блогингом? Да ничего! Все то же самое, что и раньше. Все поголовно решили, что они блогеры и решили снимать. Кто-то творчески подходит к этому. Кто-то просто сидит трендит на камеру. Каждый занимается тем, что ему нравится. И если вас не устраивает какое-либо видео, которое вы увидели на YouTube, это не значит, что оно всех не устраивает. Это значит, что вам оно не нравится. Но найдутся те, кому это понравится. Так что я считаю бессмысленным все те ролики, которые снимают блогеры. С объяснениями, какие они хорошие блогеры. А все остальные просто не позорьтесь. Я надеюсь, у меня найдутся единомышленники, с которыми я могу пообщаться об этом в комментариях. А мы увидимся с вами в следующем видео. Всем удачи! Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok